В студии телеканала Север Ольга Руслова. Здравствуйте! В эфире программа «Законодатели». Программа о тех, кто принимает значимые решения для социально-экономического развития Ненецкого автономного округа. И повышение уровня жизни населения региона на федеральном, региональном и местном уровне. Сегодня в выпуске. В региональном парламенте прошла первая после парламентских каникул осенняя сессия собрания депутатов Ненецкого автономного округа. Рассмотрено 15 вопросов повестки дня. Что такое социальный контракт и как государство может помочь человеку выбраться из сложной жизненной ситуации, обсудили на заседании парламентской комиссии. В Ненецком автономном округе продолжаются нулевые чтения по проекту окружного бюджета на 2022 год и плановый период. В центре внимания социальная сфера и развитие сельских территорий. 28 сентября на заседании избирательной комиссии Ненецкого автономного округа рассмотрели вопрос о регистрации депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 8-го созыва, избранного по Ненецкому одномандатному избирательному округу номер 221. Заседание комиссии провел ее председатель Иван Макаров, который проинформировал членов избиркома о результатах выборов в регионе и дальнейшей процедуре регистрации победившего кандидата. По результатам голосования наибольшее число голосов набрал Сергей Николаевич Коткин, кандидат выдвинутой политической партии «Единая Россия» 5072 голоса. В соответствии с нашим решением эти итоги утверждены, протокол подписан без замечаний, без особых мнений всеми членами избирательной комиссии Ненецкого автономного округа. В пятницу, 24 сентября, Центральная избирательная комиссия приняла решение об установлении общих результатов выборов. В соответствии с этим решением, в соответствии с нормами закона о выборах депутатов Государственной Думы, кандидату, набравшему наибольшее количество голосов, было предложено представить документы, свидетельствующие об отсутствии условий несовместимости со статусом депутата, что Сергей Николаевич своевременно выполнил. Члены избирательной комиссии Ненецкого автономного округа единогласно проголосовали за проект постановления о регистрации депутата Государственной Думы Российской Федерации 8-го созыва. Глава избиркома вручил Сергею Коткину соответствующий депутатский мандат. В свою очередь, подтвердивший свои полномочия депутат Госдумы поблагодарил членов Ненецкого избиркома за профессиональную работу по проведению выборной кампании. Завершилась избирательная кампания. Непростая, кстати, избирательная кампания на самом деле. Очень много наказов избирателей. Безусловно, я расцениваю эту победу, когда большинство голосов отдали именно за меня, как огромная ответственность, прежде всего, перед жителями Ненецкого автономного округа, перед избирателями. Потому что те наказы и те пожелания, которые были высказаны в ходе кампании, а я объехал практически все населенные пункты, от Шойной до Усть-Кары, они отражают именно нашу картину сегодня Ненецкого автономного округа, всю проблематику, все, что волнует, беспокоит людей. И те пожелания и наказы, которые были нам рекомендованы мне лично и партии «Единая Россия», безусловно, нужно будет выполнять, нужно было сформировать некую такую программу, план мероприятий и поэтапно, по приоритетам идти по их выполнению. Сергей Коткин будет представлять Ненецкий автономный округ в Государственной Думе 8-го созыва. 30 сентября в региональном парламенте состоялась 38-я сессия собрания депутатов Ненецкого автономного округа, в ходе которой депутаты рассмотрели 15 вопросов в повестке дня. Это была первая осенняя сессия после завершения парламентских каникул. На сессии собрания депутатов окружные законодатели рассмотрели часть представленных законопроектов с целью приведения их отдельных положений в соответствии с федеральным законодательством. Также депутаты поддержали внесение изменений в часть 8-ю статьи 4-й закона Ненецкого автономного округа о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки. Речь идет об увеличении срока предоставления размера компенсации за услуги ЖКХ в зимний период сельским специалистам. Вопрос был принят депутатами в работу после встречи с педагогическим коллективом школы в поселке Красное. В настоящее время возмещение коммунальных услуг специалистов, работающих и проживающих на селе, производится 9 месяцев 1200 и 3 месяца 2160. То есть применяется коэффициент 1,8. Было предложение, что так как у нас зима, конечно, не 3 месяца, а 6 месяцев, добавить еще и 4 квартал. Поэтому сегодня на сессии принято решение, что все специалисты, которые у нас работают на селе, будут получать возмещение коммунальных услуг, то есть те специалисты, которые получали 1200, будут получать 1206 месяцев и 2160 еще 6 месяцев. На сессии председателям постоянной депутатской комиссии по госустройству и местному самоуправлению был представлен проект постановления собрания депутатов о формировании нового состава избирательной комиссии Ненинского автономного округа. Дело в том, что 7 декабря текущего года истекает срок полномочий избирательной комиссии НСКО, соответственно, срок полномочий составляет 5 лет. Это определяется и федеральным законодательством, и уставом округа, и окруженными законами. Всего у нас избирательная комиссия состоит из 10 членов, это с правом решающего голоса. Ну и, соответственно, по закону пропорционально 5 членов комиссии избирается в собрании депутатов, и 5 членов – это высшим должностным лицом НСКО, губернатором. Предложения вносят как политические партии, которые представлены у нас в федеральном собрании в Государственной Думе, в собрании депутатов НСКО, иными политическими партиями и общественными объединениями. Кроме этого, вносят предложения избирательной комиссии Российской Федерации и избирательной комиссии НСКО. Соответственно, избрать 5 членов комиссии от собрания депутатов мы должны не позднее, чем в течение 15 дней после завершения полномочий действующего состава избирательной комиссии. В ходе сессии депутаты приняли решение по 15 вопросам повестки дня. Мы начали новый политический сезон, закончились летние каникулы, но в принципе они для нас были очень короткие, поэтому, как говорится, без раскачки мы начали эту работу. Ей предшествовала большая предвыборная кампания. Это позволило депутатам совершить многочисленные поездки в отдаленное муниципальное образование, поработать в городе, поселке Искателей, в лежащих населенных пунктах. Поэтому у нас очень большой массив информации, для того, чтобы мы могли его вначале проанализировать, а потом, наверное, и поработать все вместе, для того, чтобы реализовать те наказы и пожелания, которые нам были высказаны в ходе встречи. И здесь, вот как сейчас на сессии мы посмотрели, это консолидирована позиция всех депутатов. Проблем очень много, начиная от пенсионного фонда, авиаперевозками, ЖКХ, строительством социальных объектов, далее мер соцподдержки и так далее, и так далее. Их можно перечислять. В принципе, у нас тот блок, который мы говорим, социальный, он остается всегда главным. И вопрос развития региона, инфекционная составляющая у нас как была, так и остается тоже главенствующей. И поэтому для нас вот эти две составляющие. Надо сохранять баланс, для того, чтобы, с одной стороны, жители нашего округа могли жить комфортно и получать все меры соцподдержки. И, с другой стороны, округ должен поступательно развиваться. На сессии окружного собрания депутаты согласовали Вадима Сокова на должность заместителя губернатора Ненецкого автономного округа. Вице-губернатор исполняет свои обязанности с 24 мая текущего года. Теперь его полномочия официально подтверждены депутатским корпусом. Напомним, что в соответствии с уставом Ненецкого автономного округа, кандидатуры вице-губернаторов подлежат согласованию с региональным парламентом в течение пяти месяцев со дня назначения на должность. В структуре исполнительных органов власти Вадим Соков курирует деятельность окружного департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа. Координирует реализацию региональных программ в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда. Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вадим Викторович Соков окончил Московский государственный строительный университет. Прошел обучение в аспирантуре. Он кандидат технических наук. Трудовой путь начал в должности прораба в ремонтно-эксплуатационном управлении. Замещал различные должности в государственном учреждении «Мостстрой лицензии». Исполнял обязанности директора филиала Федерального лицензионного центра при «Госстрою России» по Московской области. Руководил главным управлением государственной жилищной инспекции Московской области в ранге министра, главного государственного жилищного инспектора Московской области. Вадим Соков является почетным строителем России. Обладает высшей российской общественной наградой – знаком ордена святого Александра Невского. За труды и отечество – знаком за заслуги перед Московской областью третьей степени. Кандидатуру Сокова представил на сессии заместитель губернатора Ненецкого автономного округа, руководитель аппарата администрации Андрей Блащинский. Депутаты собрания кандидатуру поддержали. Были высказаны наказы, были высказаны предложения. Если обобщить их, депутаты попросили, конечно, чтобы у нас был комплексный план, конкретно, чтобы мы понимали, каким образом у нас контролируются текущие стройки и какие стройки нам надлежат делать в ближайший период. Здесь эта работа должна быть максимально организована, выстроена, жестко, для того, чтобы мы могли не только планировать, но и контролировать задачные объекты. Здесь у нас есть серьезные проблемы. 30 сентября в Нарьинмаре состоялась сессия Совета депутатов городского округа. В самом начале сессии председатель территориальной избирательной комиссии Нарьинмарского городского округа представила информацию о результатах дополнительных выборов депутата городского округа, которые прошли по одномандатному округу Портовой с 17 по 19 сентября. Елена Кислякова, директор Центра кадастровой оценки, одержала победу по одномандатному избирательному округу номер 6 Портовой на дополнительных выборах депутата городского совета, которые прошли на территории Ненецкого округа с 17 по 19 сентября. За Елену Кислякову кандидата партии «Единая Россия» отдали голоса 192 избирателям 42,7% микрорайона Портовой. Председатель городского совета Юрий Сульский во время сессии вручил ей удостоверение и депутатский значок. Представлять интересы жителей микрорайона и города Нарьинмара Елена Кислякова будет до конца работы созыва 2024 года. В Ненецком автономном округе продолжаются нулевые чтения по проекту окружного бюджета на 2022 год и плановый трехлетний период. На совместных заседаниях администрации региона и собрания депутатов Ненецкого автономного округа рассматриваются бюджетные заявки всех профильных департаментов и их подведомственных учреждений. Следует отметить, что в соответствии с бюджетным процессом второй год мы уже рассматриваем проект окружного закона по бюджету совместно с администрацией на площадке администрации. На предыдущей неделе мы рассмотрели практически всех главных распорядителей. Особое внимание уделяется основным, конечно, по соцзащите и здравоохранению. Следует отметить, что у нас прошли встречи непосредственно с сотрудниками департамента, с жителями и с депутатами совместно. И многие вопросы, которые были заданы жителям, они нашли свое воплощение непосредственно в проекте бюджета. Это то, что касается социальных выплат. Идет их индексация. И следует отметить, что в том числе и 3500, которые у нас получают старшее поколение, также будет индексация. Ежегодно департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа выделяется порядка 5 миллиардов рублей на обеспечение мер социальной поддержки различным категориям граждан и функционирования подведомственных учреждений. В первую очередь мы обратили внимание на представителей профильных ведомств, на то, что необходимо, обдуманно проводить реорганизацию. Если где необходимо, в соответствии с требованиям, добавить в штатное расписание сотрудников. Например, на сегодняшний день в отделении социальной защиты необходимо для выполнения в том числе и государственных заданий добавить специалистов. Поэтому мы застряли на этом внимание. Я надеюсь, что департаменты услышали предложение, просьбу депутатов, потому что для выполнения всех мер социальной поддержки такое количество сотрудников, которые сейчас есть в отделении социальной защиты, это недостаточно. Также депутаты обратили внимание на необходимость усиления трех мер социальной поддержки граждан. Это онкобольные, больные с сахарным диабетом и, конечно же, доноры. Поэтому этот вопрос у нас остался на контроле. И в дальнейшем будем отслеживать, как обращения депутатов выполняются департаментами не только труда социальной защиты и здравоохранения, но и департаментами финансов. Во время нулевых чтений по грузному бюджету на 2020 год депутаты совместно с представителями профильных ведомств обсудили вопросы, связанные с развитием сельских территорий. Это, прежде всего, строительство и ремонт жилых помещений, социально значимых объектов, школы, дома, культуры. Конечно же, мы обращаем внимание на сельские инициативы, так скажем, на финансирование благоустройства территории сельско-населенных пунктов. Также мы будем рассматривать вопрос по поводу финансирования деятельности добровольных пожарных дружин. Это тоже очень важный вопрос. И, в принципе, деятельности пожарных формирований на территории сел. Нулевые чтения проходят. Я думаю, что мы будем готовы к принятию бюджета в первом, во втором и начальном чтении. Также депутаты считают, что оленеводческая отрасль в Равненецком автономном округе сегодня требует особой поддержки со стороны властей. Отрасль находится в довольно-таки тяжелом положении. В этом году у нас 7 оленеводческих хозяйств, это больше половины, закончили год с убытками. Необходимо увеличивать поддержку оленеводов. И средства на это должны быть заложены в окружном бюджете на следующие три года. Много вопросов возникает по обеспечению мясом. Особенно у нас Кара. Есть такой отдаленный населенный пункт, где недостаточно мяса и не обеспечивает наше СПК. Поэтому профильному департаменту попросили мы, чтобы были внесены изменения в порядке. И прежде чем получать субсидии, будет данное СПК, должны обеспечить, и это касается всех населенных пунктов, должны быть обеспечены у нас собственным мясом. Особое внимание при обсуждении бюджета традиционно уделяется сфере образования. И сегодня Владимир Владимирович Путин говорил о том, что до декабря каждый субъект должен нести свои предложения по развитию образовательного процесса в субъектах, в том числе и по заработной плате, в том числе этих сотрудников образовательных учреждений. В рамках обсуждения бюджета большой круг вопросов касался департамента строительства, ЖКХ, транспорта и энергетики Ненинского автономного округа. От этих вопросов зависит качество жизни населения и жизнеобеспечения региона. Это и чистая вода, которая проблема у нас в городе сегодня существует. Это чистая вода и в наших населенных пунктах. Это авиаперевозки. И непосредственно все время мы говорили о том, какие субсидии будут получать непосредственно наши перевозчики для того, чтобы стоимость билетов была дешевле. Например, из населенного пункта Спеши до Архангельска. Это хорошо, что есть такое прямое плечо, но тем не менее стоимость там 16 тысяч. Надо прорабатывать и этот вопрос, чтобы была субсидия, для того, чтобы и стоимость была меньше. Это непосредственно по межрегиональным перевозкам. Многое делается непосредственно губернаторами департаментам, для того, чтобы отрабатывать и входили дополнительные какие-то авиакомпании. Но стоимость билетов, конечно, должна быть ниже. То есть это все качество жизни наших жителей. До 15 октября департамент финансов и экономики должен внести проект окружного бюджета на 2022 год и плановый период в собрание депутатов Ненецкого автономного округа. На рассмотрение и до 16 декабря текущего года бюджет необходимо принять в окончательном чтении. Руководитель фракции политической партии «Единая Россия» в собрании депутатов Ненецкого автономного округа Максим Арбузов провел очередное заседание политобъединения. В работе депутатской фракции партия «Единая Россия» приняли участие спикер окружного собрания Александр Лутовинов, председатель парламентской комиссии по госустройству и местному самоуправлению Александр Черцанов, председатель постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Наталья Кордакова, председатель комиссии собрания по социальным вопросам Анна Булатова. депутат Анатолий Курленко и Андрей Попов. В рамках обсуждения параметров окружного бюджета на 2022 год руководитель фракции «Единороссов» Максим Арбузов предложил провести рабочую встречу депутатов с представителями Департамента образования, культуры и спорта, а также руководством Наринмарского предприятия объединенных котельных и тепловых сетей, поскольку при обсуждении бюджетных заявок отдельных организаций возникают вопросы, которые необходимо детально проработать до формирования проекта окружного бюджета и внесения его на рассмотрение в региональный парламент. Механизм реализации социального контракта в Ненецком автономном округе обсудили в окружном собрании депутатов. Вопрос рассмотрен на заседании постоянной комиссии по социальной политике. В регионе социальный контракт реализуется с 2014 года. В настоящее время его сумма не превышает 100 тысяч рублей. Изначально эта сумма была значительно меньше и не превышала 5 тысяч рублей. Более чем за 6 лет существования программы размер социального контракта увеличился кратно. Чтобы понимать, что такой социальный контракт и с какой целью он заключается, надо напомнить жителям, что это не просто выдача денег, это соглашение, которое заключено между гражданином и отделением социальной помощи населения. Согласно документу, учреждение обязуется оказывать государственную социальную помощь, которая направлена на преодоление трудной жизненной ситуации, в которой оказался гражданин округа. Одним из основных требований в получении социального контракта в финансовой помощи является составление обязательной программы социальной адаптации. Она включает разные мероприятия, которые направлены на помощь. Например, поиск работы, прохождение профессионального обучения, занятия индивидуальной предпринимательской деятельностью, ведение личного подсобного хозяйства и другие направления. Согласно федеральному закону, получать такую меру помощи могут малоимущие семьи, малоимущие, одиноко проживающие граждане, которые по независимым от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. В настоящее время из федерального бюджета предоставляются субсидии на софинансирование расходов, связанные с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта. В 2021 году было выделено 8 миллионов рублей, а в следующем году на 2022 год запланировано 12 миллионов рублей, то есть идет увеличение. По информации Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения, в прошлом году помощь по соцконтракту получили 72 человека на общую сумму более 5 миллионов рублей. Из них 44 в сельских населенных пунктах. За первые полгода 2021 года заключено 48 социальных контрактов, 38 из которых жителями поселений. В ходе обсуждения депутаты указали на ряд замечаний, в их числе отсутствие ограничений о количестве социальных контрактов, которые можно в течение года заключать с одним заявителем. Как пояснили специалисты профильного ведомства Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты, в настоящее время на основе методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации прорабатываются вопросы, проект в котором указаны конкретные условия получения денежных средств по социальному контракту. Кроме того, в этом документе указано, что в течение 12 месяцев после завершения социального контракта будет осуществляться контроль, как изменилась жизненная ситуация у заявителя. Главное действие социального контракта – это предоставление денежных средств с целью ответных действий гражданина по выходу из трудной жизненной ситуации. В ходе работы комиссии мы обратились с просьбой ведомственного учреждения Департамента здравоохранения, с просьбой провести профработу с социальными работниками на селе, потому что больше всего у нас по соцконтракту обращаются именно с населенных пунктов округа. Но и необходимо, чтобы они более тщательно и детально информировали жителей поселений о действующих мерах социальной поддержки, помощи, в том числе и социальном контракте. На сегодняшний день то количество мер социальной поддержки, которые оказываются нашим жителям, это довольно-таки большое направление. Много мер соцподдержки и не все жители, особенно на селе, знают о этих мерах, как ими можно пользоваться. Поэтому в рамках этого вопроса было сделано предложение Департаменту. 26 сентября в Ненецком автономном округе отмечался день устава. Эта дата закреплена законодательством округа о праздничных днях и памятных датах Ненецкого автономного округа. Устав Ненецкого округа был принят собранием депутатов Ненецкого автономного округа в сентябре 1995 года. С принятием Конституции Российской Федерации в 1993 году в нашей стране начался новый этап государственной реформы. Основной закон сыграл заметную роль в закреплении демократических преобразований в России и в развитии сферы федеральных отношений. В соответствии с Конституцией Российской Федерации законодательные органы субъектов федерации приступили к созданию своих основных законов. Нам необходимо было точно так же, как Конституция Российской Федерации, для округа необходимо разработать устав, который определял основные полномочия органов государственной власти, представители законодательной и исполнительной власти, но и другие вопросы, в том числе и место самоуправления. Первая сессия нового избранного законодательного органа Ненецкого автономного округа начала работу 30 мая 1994 года. Уже на третьей сессии окружного собрания, состоявшейся 19 августа 1994 года, депутаты приняли решение о создании рабочей группы по подготовке устава. Написание текста документа и его обсуждение депутатами проходило очень активно и продолжалось в несколько этапов до конца года. На очередной сессии собрания депутатов 30 ноября 1994 года устав Ненецкого округа был принят в первом чтении. Он состоял из 12 глав и 75 статей. В окончательном варианте устав Ненецкого автономного округа был принят собранием депутатов в 1995 году. Первопроходцам всегда сложно, но квалификационный состав депутатского корпуса позволило. Такие зубры, как Леонид Иванович Саблин, Литков Иван Егорович, Безруков Евгений, Садеевский Давид Исакович, Ануфриев Георгий Степанович. Это люди, которые умудрены производственным опытом, жизненным опытом, смогли разработать данный закон, наш устав Ненецкого автономного округа, с которым мы до сих пор живем. С даты принятия устава прошло больше 25 лет, совершенствовалось федеральное и окружное законодательство. Соответствующие изменения вносились и в устав Ненецкого автономного округа. Вместе с тем, сегодня, как и более четверти века назад, в основном в законе округа насчитывается 12 глав, название которых практически не претерпело изменений. Депутаты окружного собрания этой осенью по традиции приняли участие в озеленении городского парка. Зародилась традиция в 2019 году. Тогда, в честь 25-летия образования законодательного органа власти, в парке были посажены первые 16 рябин. Участие в экологической акции приняли и члены молодежного парламента. 16 рябинок дополнили аллею в парке «Юбилейный». С каждым годом их количество заметно растет. Вместе с депутатами окружного собрания добрую традицию, зародившуюся три года назад, по озеленению города продолжили члены молодежного парламента. Юлия Талеева к посадке саженцев отнеслась более чем ответственно. У нас в городе мало озеленения. Последние годы у нас каждый год проходят акции по высадке саженцев. И мне кажется, лет через 5-10 мы увидим высокие деревья. Ежегодно к депутатам окружного парламента присоединяются и сотрудники аппарата собрания депутатов Ненинского округа. Каждый старается внести свою лепту в озеленение любимого города. Хотелось бы, чтобы большее количество людей принимали в этом участие, чтобы город становился красивее, зеленее, ухоженнее, чтобы было приятно здесь гулять людям, в том числе молодежь. Некогда пустынный уголок парка Юбилейный теперь олеет рябинами. Деревья подобраны не случайно. По мнению председателя окружного собрания депутатов Александра Лутовинова, именно это дерево ассоциируется с красным городом Нарьинмаром. Тогда, когда рябина растет вместе, она просто создает изумительную красоту. Эти переливы, этих красок, бордовых, красных. Конечно, это очень здорово и красиво. И мне кажется, все стараются даже сфотографироваться на фоне рябиновой аллеи. За три года на аллее городского парка появилось более 50 деревьев, и с каждым годом их будет больше, потому что традицию будут продолжать. Это был очередной выпуск программы «Законодатели». До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова